МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ольга Алексеева. Сегодня выпуски. На земле, в воде и в воздухе. Сегодня в Москве обсуждали инновации транспортной индустрии. Своё дело. В Чувашии стартовала образовательная программа для молодых мам. Наше золото. Чувашские спортсмены стали лучшими на чемпионате мира по гиревому спорту. В 2021 году на железных дорогах России могут появиться беспилотные локомотивы. Такие планы обозначил председатель правления корпорации РЖД Олег Белозёров. Как регионы страны осваивают инновации транспортной индустрии, обсуждали сегодня в Москве. С подробностями Дмитрий Ковалёв. Современная модификация плацкартного вагона с индивидуальными электро- и USB-розетками, а также шторками у спальных мест – одна из самых ожидаемых премьер-форума. Это один из трёх вариантов дизайна купе. Транспортный комплекс должен отвечать потребностям пассажиров и перевозчиков грузов. Стратегию развития обсудили на пленарной дискуссии в гостином дворе. Инновации везде – на земле, в воздухе и на воде. Беспилотные катера на солнечных батареях – и это уже не фантастика. Можно в беспилотном режиме организовать кормление рыбой. На мой взгляд, это имеет огромную перспективу и не только с точки зрения экологии. А второй проект разработан компанией «Ренова». Это пассажирские электрокорабли, бесшумность, чистое топливо. А на трассах беспилотные машины, правда пока в тестовом режиме. В Татарстане начали производить автобусы, которыми может управлять искусственный интеллект. В стране активно развивается и система бесконтактной оплаты проезда. Чувашская республика среди регионов-лидеров. Будущее транспортного комплекса во многом зависит от современной инфраструктуры. Новые дороги – залог экономического роста, отметил Михаил Игнатьев. Как было пять лет назад и какая ситуация сегодня. И когда смотрим на перспективу, включая 2024 год по действующим программам, это практически вообще революционные такие преобразования. Глава региона встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и министром транспорта Евгением Дитрихом. В федеральном ведомстве заинтересованы в реализации проекта Европа-Западной Китании. С вводом новой дороги вырастут объемы грузоперевозок. Для нас открываются огромные возможности для этой перспективы. Но параллельно с этим будут реконструироваться автомобильные дороги федерального значения ЕМ-7А-151. Еще одна обсуждаемая тема – развитие авиаперевозок. Глава региона отметил, что количество рейсов продолжит расти. Удалось мне сегодня переговорить с генеральным директором Аэрофлота Виталием Геннадьевичем Савельевым. В 2020 году будем работать над тем и искать инструменты, варианты для того, чтобы Аэрофлот начал летать. Будет пошелый поток, будет загрузка, они готовы. Объем инвестиций в развитие транспортного комплекса страны уже превысил триллион рублей и продолжает расти. О том, как реализуются национальные проекты в регионе, Михаил Игнатьев рассказал корреспондентам информационного агентства «Россия сегодня». Среди тем – большого интервью, модернизация медицины, поддержка бизнеса, подготовка к грядущему столетию республики. Ответы на вопросы будут опубликованы в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Товарищество сыны Отечества теперь работает в статусе межрегиональной общественной организации. С офицерами, выходцами из Чувашии в Москве встретился глава республики. Ответственную такую общественную работу провели и вот результат он есть по факту не на популизме, не на каких-то там эмоциональных течениях, а на самом деле теперь высокоорганизованная общественная межрегиональная организация. Сейчас товарищество объединяет более 400 человек – от лейтенантов до вице-адмирала. Офицеры – частые гости в Чувашии. Они встречаются со школьниками, проводят смотры-конкурсы кадетских классов республики. Михаил Игнатьев отметил, что межрегиональная общественная организация делает немало для патриотического воспитания молодежи. В октябре сыны Отечества прошли регистрацию в Министерстве юстиции России. Статус НКО раскрывает новые возможности для дальнейшей работы. В ближайшее время члены товарищества планируют создать и региональные отделения в Крыму, Севастополе, Мурманске и Санкт-Петербурге. Принцип партийного строительства, структурного, сверху у них есть. Поэтому, наверное, они будут руководствоваться нашими общими решениями, общими планами, а мы будем прислушиваться их, что делается на местах, как реагировать на то или другое событие. Детский сад в Сосновке – пожалуй, самый ожидаемый объект в поселке. Подрядчик уже два раза откладывал новоселье. Сейчас обещает сдать детсад в январе будущего года. Наша съемочная группа побывала в Заволжье и убедилась, что работа на объекте кипит. В Заволжье работает три дошкольных учреждений. Все они заполнены до предела. Построенные еще в 40-е годы садики, конечно же, не могут конкурировать с новыми. У нас места не хватает. Например, дети, которые очень хотят в детский сад, по одной причине родители, может быть, не пускают детей, потому что у нас нет условий. Условий, то есть группы маленькие, детей много. В трех корпусах у нас 116 детей. Учатся, играют и кушают дети в одном помещении. Здесь нет музыкального и спортивного залов. А на улице веранда, позволяющая гулять в любую погоду, открытие нового здания решает сразу все проблемы. Они мечтают о новом садике. Это вот у них, наверное, сейчас уже такая самая заветная мечта, то есть уже въехать в новый садик. Прежде всего здесь откроются новые возможности для детского развития. Ведь современные стандарты жестко регламентируют работу дошкольных учреждений. Садик должен быть очень хорошим. Очень многие родители ждут бассейна. Музыкальный зал, физкультурный зал, зал для изостудия. То есть те по ФГОС, которые мы должны детей воспитывать. Марийская фирма «Стройград» ведет работы с ноября прошлого года и постоянно нарушает график. Находя все новые и новые причины. Недавно здесь побывал премьер-министр. Последнее обещание подрядчика сдать объект в январе. Сейчас рабочие подводят коммуникации. С подачей тепла завершатся и отделочные работы. Полным ходом идет подготовка стен к покраске. Укладывается плитка в санузлах. Строится бассейн для будущих пловцов. Для удобства доставки еды в группы смонтировали лифт. Отдельный лифт предусмотрен для малышей с инвалидностью. Что снаружи, что внутри новостройки работа кипит. Окончание стройки с нетерпением ждут родители. Мы проживаем в Сосновке. Садик нам дали в год и пять. И мы очень хотим в него заехать. У меня двое детей. Одного ребенка я вожу в один сад. Второго в другой сад. Место больше. Спальня отдельно. Кухня отдельно. Ждем. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика. И вновь о соблюдении законности. Мы уже говорили в информационных выпусках о том, что прокуратура республики внесла представление на 25 депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов. Их сведения о доходах и расходах об имуществе были признаны недостоверными и неполными. По этой причине был лишен мандата депутат Алексей Никитин. Сейчас в преддверии собрания ЧГСД идет обсуждение недостоверных сведений, представленных Виктором Шмаковым. Вот что рассказал по этому поводу заместитель главы города Николай Владимиров. Глава города в течение 20 дней назначил комиссию по регулированию конфликтам интересов, где мы на этой комиссии рассмотрели результаты проверки. Комиссия, хочу подчеркнуть, что единогласно приняла решение, что сведения, которые представлял наш коллега депутат Шмаков Александрович, являются неполными и недостоверными. И вторым пунктом было рекомендовано главе города выйти в городское собрание депутатов с предложением о досрочном прекращении полномочий депутата Шмактова Виктора Александровича, поскольку нарушает действующее законодательство о противодействии коррупции. Нарушен перечень определенных статей, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий. Решение комиссии, хочу отметить, носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимает ЧГСД депутатов. Заседание ЧГСД назначено на 26 ноября. Верховный суд Чувашии вынес приговор 43-летнему Ибресенцу. Он обвиняется в разбойном нападении на пенсионерку и ее убийстве. Сообщником выступил 30-летний знакомый подсудимого. Расследование его дела еще не завершено. Следователи установили, что в апреле этого года двое мужчин, не имея денег на покупку алкоголя, незаконно проникли в дом 74-летней женщины. Избили ее, вынудив отдать им два сотовых телефона и около 5000 рублей. Затем злоумышленники решили убить женщину, чтобы она не заявила на них в полицию. Сначала они пытались ее задушить. Когда веревка порвалась, 43-летний преступник нанес ей множественные удары ножницами в область шеи. Тело убитой обнаружила соседка. В кратчайшие сроки в результате грамотно организованных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, следователями Следственного комитета и сотрудниками органов внутренних дел были установлены лица, причастные к указанным преступлениям, и они были задержаны. Несмотря на попытки уничтожить путем сожжения по их месту жительства вещественные доказательства, среди раскаленных углей в печи были обнаружены обгоревшие детали похищенных сотовых телефонов. Также в квартире была найдена часть похищенных у потерпевшей денежных средств. Вина 43-летнего жителя поселка Ибреси подтверждается результатами проведенных следственных действий, в том числе признательными показаниями его 30-летнего сообщника, уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении в суде, показаниями свидетелей, а также заключениями, проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. Приговором Верховного суда Чувашской республики 43-летний житель поселка Ибреси признан виновным в совершении разбоя с незаконным проникновением в жилища и убийстве с целью сокрытия другого преступления группы лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Процедуру медосмотра при получении прав усложнили. Водители по всей стране выстроились в очередь за медицинскими справками. Дело в том, что медосмотр для будущих автомобилистов сильно подорожает. При выдаче медицинской справки для получения прав теперь жители республики будут обязаны сдавать анализы на наличие наркосодержащих веществ в организме. Новый порядок вступает в силу уже в эту пятницу. Все это напрямую отразится на стоимости. Цена подобной справки – 700 рублей – может вырасти до нескольких тысяч. От бизнес-плана до собственного дела. Пройти этот путь и стать предпринимателями предложили молодым мамам Чуваши. За пять дней интенсивных занятий они под руководством опытных бизнес-тренеров разрабатывают детальные планы своего будущего дела. Во время образовательной программы участницы налаживают деловые связи и знакомятся с опытными предпринимателями Чуваши. Здесь у нас находится текстильный цех по пошиву кухонного текстида. Бизнес воочию попасть на внутреннюю кухню производства удается не каждому. Участниц проекта «Мама-предприниматель» интересует все – от работы в цехах и наладки поставок до набора персонала и продвижения бизнеса в сети. В чем ваши такие плюсы, которых нет у конкурентов, вообще ни у кого нет. Только ваша фишечка. Если говорить в отличие от обычных мебельных магазинов, которых очень много, допустим, в торговых центрах «Мегамол», «МТВ», ну и во всей России, то тут есть возможность уникального заказа того, что нужно именно по дизайн-проекту. За шесть лет компания «Фреско-дизайн» заняла свою нишу на мебельном рынке Чуваши и России. Поставки идут по всей стране. Кстати, руководитель компании тоже женщина-предприниматель. Мотивирует открывать дело, развивать свое дело. Глядя на успешных людей, мы насыщаемся, наверное, позитивом, тем, которое мы можем получить от своего дела, которое откроем. У каждой мамы в голове уже созрела идея своего бизнеса. Она описана в заявке на участие в образовательной программе. Экспертная комиссия отобрала самых перспективных, и сейчас более 20. Мам в декрете и мам, у кого есть несовершеннолетние дети, проходят пятидневный интенсив. Когда я подала заявку, это был год назад, и я уже начала работу в этом направлении. Вот так вот я узнала через интернет, очень случайно, и оказалось. И мою заявку выбрали накануне того, как открывается моя мастерская. То есть вот с декабря она начинает уже работу. Я увидела на этом предприятии, как выстроен, да, есть какой-то алгоритм вот этого бизнеса. И я вижу, что руководитель горит этим делом, и как все со вкусом сделано. Да, мне тоже хочется, чтобы у меня развивалось в таком направлении все. Образовательная программа рассчитана на неделю. За это время участницы программы обучаются навыкам ведения предпринимательской деятельности у опытных бизнес-тренеров. Знакомятся с предпринимателями Чувашии, проходят мастер-классы и готовят защиту своего проекта. В рамках проекта у нас выступают опытные спикеры, ректоры. Рассказывают об основах ведения бизнеса, как его правильно строить, какую систему налогообложения выбрать, организационно-правовую форму. В Чувашии проект «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке республиканского бизнес-инкубатора и центра «Мой бизнес». Готовые проекты молодые мамы будут защищать уже в пятницу перед компетентной комиссией. Участница получит сертификаты, а победительница – грант в 100 тысяч рублей для старта своего дела. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Педагог из Чувашии победила во Всероссийском мастер-классе учителей родного и русского языков. Награждение состоялось в Москве. Конкурс среди педагогов проходит уже в 13-й раз. Его проводят ассоциации учителей родного языка совместно с научно-исследовательским центром национальных проблем образования. Чувашу на этом конкурсе представляла воспитатель 203-го Чебоксарского детского сада «Непоседы» Олеся Краснова. Талант и профессионализм – нестандартный подход к теме. Лучшие педагоги страны демонстрировали свои навыки на специальных уроках. Олеся Краснова обучала чувашскому языку для наглядности в национальном костюме. Быть на одной волне с воспитанниками, уметь их завлечь в образовательный процесс – это один из секретов ее успеха. Правильная расстановка акцентов – сначала слушать и слышать, потом понимать и говорить. Для убедительности важно использовать ассоциативный ряд. Каждый человек должен знать свои корни, свой родной язык. Я татарка, я знаю свой татарский язык. Дети, которые чуваши, они должны знать свой родной язык. Поэтому с этой целью в нашем дошкольном учреждении работают два педагога дополнительного образования, которые детям преподают чувашский язык. На обучение родному языку согласны большинство родителей. Познакомиться с ним дети начинают с 4-летнего возраста. Наталья Мальчикова, Республика. Золотым стал чемпионат мира по гиревому спорту для чувашских спортсменов. Житель Шимушинского района Владимир Шуляков завоевал сразу 5 золотых медалей. Лучший результат показала и Анастасия Александрова. Анастасия Александрова с детства мечтала стать учителем и сейчас работает преподавателем сельскохозяйственной академии. Спорт в ее жизни появился неожиданно в студенческие годы. Я на всю предложил заняться гиревым спортом. Сначала пришла, потом через месяц она бросила, по совету родителей, родни. И через три месяца опять за ней, можно сказать, бегал. И через три месяца она возобновила тренировки. И пошли результаты. Чемпионат России, Европы и вот теперь мира. Я не ставлю перед собой цель выиграть. Для меня очень важно поднять результат. То есть, если я подниму свой рекорд, это вообще самое наилучшее, что может быть, если я побью свой рекорд, хотя бы на один подъем. А в целом нет такого занять первое место. Есть хорошо выступить и оправдать надежды. Оправдать тот труд, который ты сама же вкладывала в это все. В Сербии Анастасия не смогла побить свой рекорд. Подняла 24-килограммовую гирю 180 раз, а не 189. Но и этого результата для победы было более чем достаточно. Соперница из Норвегии, получившая серебро, смогла сделать лишь 150 рывков. Не было равных и Владимиру Шурякову. Спортсмен занимается гиревым спортом уже более 40 лет и даже занесен в книгу рекордов Гиннесса. Пока не тренируешься, не занимаешься, вроде чувствуешь сам себе не так. Мне просят, можно сказать, как кушать хочется. Вот поэтому я пока тренируюсь. План работы, день, сколько раз надо поднимать, сколько рывок надо, сколько толчок надо. Без тренировки не получается. Гиревой спорт считается одним из доступных видов. В основном занимаются в селых и деревнях. Там, по мнению тренера, и вырастают сильные и выносливые чемпионы. Мария Шоклева, Юлия Адюкова, Бахтияр Велеев, Республика. В Чебоксарах заканчивают устанавливать главную елку столицы. Главную елку по традиции устанавливают на площади Республики. Как и в прошлом году, ее украсят светящимися звездами в национальном стиле. Основное новогоднее оформление города завершится к 1 декабря. Также обычно в это время, если позволяла погода, на Красной площади начиналась заливка Большого катка. В этом году она на реконструкции. Основные новогодние торжества перенесут в этнопарк Амазония. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Прямо сейчас полезная информация, а я с вами прощаюсь до завтра. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. А дубленки, украшенные натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали из Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены.